добрый день вышивальный youtube меня зовут тамара и да я со скрипящим голосом хочу сегодня показать вам мое очередное видео и это будет видео о покупках не так много я бы сказал о покупках но все-таки кое-что у меня собралось поэтому я хочу с вами поделиться первое что я вам хочу показать такое что что собралось довольно давно или как вам сказать с давних времен я начала эту сборку примерно с той схемы от стони крик весеннюю которая показала как-то в других видео но здесь у меня дело было подольше итак это будут четыре схемы от стони крик сезон сезона из схемы как схемы для четырех сезонов первый раз подшив этих дизайнов я увидела на канале у лили сплошные крестики она вышивала подбором я помню что она вышивала подбором я узнала что это дизайн от стони крик я пошла сразу на как бы сайт стони крик там я их не нашла и оттуда я и купила схему и имбелешментах схемах что это у нас будет давайте начнем с это стони крик collection вот такие буклеты скажем так довольно хорошего качества но только в двух вот видите таких продаются только бухт буклеты там где продаются буклет на сайте стони крик там есть и возможность купить и имбелешмент так и нитки те которые не dmc потому что здесь отшив в dmc или в анкоре есть возможность купить и ткану вот так как ткань и нитки я могу найти здесь я их не купила купила только схемы и эти имбелешменты что интересно для этих дизайнов что они все четыре сезона вышиваются на ткани с горошком пелфаст как ни странно я на ткань с горошком до сих пор не вышивала да да как странно бы это не звучало потому для меня будет даже интересно выбрала я по ключу вот получается что зима будет вышиваться на такой ткани из имбелешмент паком паков для зимы вот будет этот имбелешмент так не знаю если вам видно кстати можно вышивать и без этих имбелешментов то есть вышивка схема дана в таком виде что можно вышивать как будто вышиваешь крестики и без проблем то есть нету имбелешмента нету таких больших проблем получается что этот рождественский венок он будет вот здесь и вот эта звездочка она будет на этой елочке еще здесь есть над крест я там где церковь и где у меня кресты дело в том что кресты нужны для всех четырех дизайнов и по ней здесь у меня в одном кулечке есть четыре креста то есть все четыре дизайна там есть церковь и на каждой церкви есть вот такой крестик крест поэтому получается что здесь три имбелешмента кроме ниток dmc ниток анкоры в каждом дизайне есть какие-то экстра нитки вроде бы в каждом дизайне я не знаю точно сейчас скажу в этом что есть давайте не буду gliss and gloss и dmc variations вот для этого нужен вот этот и нужен вот этот это dmc variations вот он получается и gliss and gloss если честно это некий такой кренник 032 то есть я видел это по превью но если честно я купила потому что мне было интересно как как будут они себя вести то есть сделать если они мне не понравится как с ним если с ними не будет и интересно и удобно работать я поменяю на в этот кренник 032 но пока что попробую посмотреть как это будет это у нас была зима где у нас весна вот она spring дизайна небольшие но они очень классные то есть мне очень понравилось давайте ткани будем это кто это она мне кажется вот эту ткань и я нашла дней всего не знаю почему ну ее нашла вот она и здесь из имбелье шментов нужны вот эти получается три цветочки 3 вроде бы их есть до 3 сейчас найду своих ножниц и покажу вам вот получается что нужен один цветочек здесь один цветочек здесь и один цветочек здесь вот они и здесь есть и все эти четыре креста потому что здесь вот церквушкой тоже есть этот крест получается из ниток вижу уже что-то зеленый нужен будет это у нас сейчас скажу просто хочу показать у каждого драйд саджи и гуакамоле вот этот и вот этот видите похожие но не похожие этот в xd works получается вот эти две нужно оттенка потом у нас будет лето лето у нас такое морское свежие классные и для лето для морского дизайна нужен вот такой лен с голубыми голубым горошком вот он такой получается им белый шмент так нужно только чайки вот эти две чайки нам нужно все время потеряю свои ножницы вот получается чайки а в дизайне они вот здесь и вот здесь и вот здесь такой классный маяк нитки тоже этот драйд саджи где он кстати я не купила два мотка если мне нужен будет еще то есть например вот этот нужен для двух дизайнов я купил один моток если мне нужно будет еще я докуплю то есть я не купила помадку для каждого вот этот зеленый нужен будет вот здесь здесь нужен будет и здесь нужен бисерок кстати вот бисерка не купила потому что если не ошибаюсь он у меня есть до 479 знаменитый бисер у меня есть вот такой бисерочек и да и крест на этой церквушке ну и об этом уже не буду говорить потому что сказала что во всех дизайнах он есть и последний это осенний мега красивый наверное потому что я люблю осенью вот он и здесь из эмбелошментов есть вот такие две вороны и одна тыковка кстати я не знаю кто делает эти эмбелошменты по ней там как бы продают вот только это написано ручкой рукой написано и все но они классные некачественные как бы эти пуговки вот вот здесь есть одна ворона здесь есть одна ворона и здесь вот есть тыковка получается вышивается на вот таком лине мне кажется когда я начала все собирать это был единственный лен горошках горошки которые меня был был куплен для другого дизайна но я передумала вышивать тот дизайн и вот он у меня уже было остальные три я должна была купить из ниток спец ниток здесь нужны вот этот и лук и хабана вот здесь я прям смотрите здесь нужен fred works вот этот цвет на фред works они не пишут цвет меня меня так бесит это они пишут вот номер цвета видеть но он мега красивый такой осенний осенний и от xd works нужен хавана и нужен вот этот лук дуб с какого-то перепуга я купила две матки наверное подумал что мне не хватит потому что вышивается вот здесь везде все но посмотрим остальные останется останется и хотела вам показать что я хотела вам показать смотрите в случае вы если у вас нету пуговок этих они говорят alternate stitching right facing crow то есть если у вас нету пугов пуговок вы вышиваете вот этих ворон но в схеме в основной схеме как бы они не такие они в основной схеме вот такие то есть видите как бы выше то все видите то есть можно вышивать с и пуговками если бы они вам не нравится то есть можно не купить этих пуговок этих мебелышментов и можно свободно вышивать как бы с нитками что у вас был только ниточный дизайн мне кажется это очень демократично и гениально скажем так и наконец-то я могу сказать что для этого сезонного проекта у меня все собрано то есть да окей нитки dmc но я должна смотреть что у меня есть что я должна докупить для каждого проекта когда начну но так главное что мне нужно как бы ткань схема и эти пуговки спец нитки у меня пока бы как бы все есть поэтому я не делаю планы но очень хотелось бы чтобы в следующий год то есть две тысячи двадцать третий год чтобы это у меня были сезонные планы этот от стони крик и кстати от стони крик не вышивала ничего пока что так что будет интересно надеюсь для меня чтобы вышивать и для вас чтобы смотреть на это все следующие покупки это мои покупки с черной пятницы в рукодельном смысле немного довольно немного не скажу что дешево но все равно неплохо купила я от джаз нам вот такую мышку последнюю мышку на этой коробочке джинджи брэд письма вас показываю в таком виде потому что она у меня уже вышита я надеюсь что вы увидели моё видео с этим проектом и еще купила викторию сэмплер да сказала что больше викторию сэмплер не куплю ну вот ну вот все всяк покупка была сделана из-за вот этого осеннего бокса дело в том что она вот этот осенний бокс я смотрю уже честно два года вот как минимум два года я уже неоднократно сказала что я очень люблю осенние дизайны и любовалась всегда любовалась купить никогда не даже не думала где-то купить но этой осенью я увидела уже отшитый этот проект у а на зонт да а на зонт которая меня вдохновила на шепардс буш коробку с маленькими мелочами вот она вышла и оформила и эту коробку сфотографировала выставила на в инстаграме и все вот это был тот триггер знаете когда я сказала нет я все-таки должна тоже тоже вышивать и эту эту коробку нашла то есть нашла схему смотрела что нужно собирать то есть пэк даже не искала если честно потому что я не хочу искать в каких-то магазинах искать и бегать и все равно это будет сша все равно это будет стоить здесь материалов не так много и я я буду и собирать и сама потихоньку я их буду собирать сама надеюсь у меня получится нужно здесь не так не нужно так много здесь нужно ленточки которых я надеюсь что найду но все надеюсь что получится у меня я не тороплюсь у меня есть как минимум один год до следующего следующей осени что вышивать но я не уверена что я выше следующей осени поэтому посмотрим ну зато вот схема куплена любуюсь как говорится ну и раз такое дело пошло одного одной схемы от виктории как-то не обошлось не знаю как это случилось но вот случилось был наличие была в наличии схема с имбелишмент пэком вот это и этого дизайна это одна из ферм от виктории кстати фермы от виктории вот эти фермы мне они нравятся мне очень-очень нравится pumpkin patch вроде бы называется фарм вот это хорб это рейвенхилл хорб фарм с травами вот здесь есть кардангер и вот эти переходящие нитки которые здесь есть они прям классный классный надеюсь у меня тоже попались такие переходящие но дизайн очень такой живой скажем так поэтому я не смогла пройти мимо рядом и купила про других ферм не знаю вы знаете я решила что я не буду планировать бегать искать вот будут понемножку потихоньку по обстоятельствам разбираться а так и тадам тадам да холлоуинский домик которого холлоуинский домик которого я сказала что не куплю потому что он мне не нужен потому что у меня есть много других холлоуинских фигнюшек но так как схема была в наличии и так как недавно очень вкусно и красиво вышивала и показала все детали тая таисия дягилева и она сказала кстати что вот схема дано более или менее стоит дорого но зато она очень качественная в ней все объясняется в ней все хорошо очень написано и расписано я у нее увидела что если говорить по материалам то есть нитки их не так много их можно тоже собирать вся головоломка здесь в этих пуговках но поживем увидим потихоньку понемножку можно что-то с этим сделать если не эти пуговки думаю можно купить почти такие что-то можно сделать то есть уже сказала планов ближних ближайших нету посмотрим как все это получится если будет желание все все найдется после после этого вот так что получается что эти покупки у меня были покупки с черной пятницей рукодельные покупки с черной пятницы и еще один дизайн который появился у меня в моей вышивальной библиотеке не могу сказать что купила все но могу сказать что купила все что необходимо для этого дизайна это сад доброты вроде бы называется кайнхартс как называется кайфальтс гарнина в кайли 100 сад доброты так это будет очень мега популярный дизайн я бы сказала это дизайн от сэнди уортон я не ошибаюсь вроде бы то сэнди уортон и я так понимаю это в коллаборации с крыльником и выпущены лыжер арт потому что здесь это буклет смотрела отшивы не могу сказать что так много но все равно как бы в инстаграме отшива увидела очень много всегда нравился этот дизайн то есть очень очень красивый дизайн маленький довольно такой сомплер очек но наверное многие знают которые любят этот дизайн что вся фишка здесь в очень большом количестве крыльника то есть несмотря на маленький маленькую площадь дизайна здесь нужно очень много цветов крыльника то что я здесь из собрала то есть я собрала весь крыльник который нужен для этого дизайна потому что нитки dmc я найду ткань я куплю ну вот с крыльником нужно было повозиться кстати кроме вот этого клиника который вышедший из производства мне кажется все это 209 c карнавал называется цвет вот кроме вот этого клиника весь другой вот этот клиник он был куплен на один два три стич там есть все все абсолютно даже вот этот тоже корт я удивилась что его было в наличии 201 c 201 корт то есть даже вот этого кроме двух или трех мотков я не помню сколько но у меня было в наличии все-таки в своего своего клиника я нашла вот этого помню точно что у меня было мне кажется вот этого у меня было потому что этот цвет смотрите он нужен четверка восьмерка и нужен и вот этот blending filament тот же цвет фуксия если я не ошибаюсь 024 024 восьмерка 024 четверка и 024 blending filament видите тот же цвет но в трех размерах этот у меня был если я не ошибаюсь то есть две три или четыре катушки не помню сколько у меня было остальных я сразу посмотрела на один два три стич я знаю что когда показывали отшивы говорили штук много как бы из этого клиника вышедшие из производства многое вышедшие из производства и и сначала купила это купить купила буклет и решила попробовать собирать материал то есть я не знала по поводу клиника если можно или не можно купить этого клиника в магазинах пришел буклет вот здесь круто все дается вот это демси анти кайвари кашал и вот этот весь клиника который нужен тот это стек голд тоже был у меня если не ошибаюсь и пришел этот буклет я смотрела сначала в свою коробку клиника что у меня есть открыл один один два три стичи с удивлением окей в наличии тогда не было всех всех цветов но как бы в они продавались я всех ставила в и 6 или в вышлисте и на протяжении последних наверное пять месяцев или шесть даже я не помню точно то есть это они я не собрала сразу всегда когда делала покупки в 12 три стич для добавлял 12 крейник 12 крейника всегда добавляла вот так и купила этого клиника я не купила все сразу и тогда вот когда смотрела что на 923 стеч есть все это этого я нашла в каком-то магазине не была уверена если он есть в наличии я поставила в корзинке купила как бы там подтвердили что отправили он пришел то есть был в наличии но я думаю что его можно и заменить вот этот цвет карнавал наверное можно и заменить чем-то вот так что все то что как уже сказала нужно для этого дизайна для отшива этого дизайна самое важное у меня есть было бы желание начать вышивать наверное могу показать потому что все таки он вышедший из производства никто не обидится что мне понравилось что он здесь в этом буклете это все дается как бы по частям к бэнд как они говорят но вот на разных страницах даются части качество буклета кстати очень хорошая очень очень хорошая вот здесь есть главная эта часть это это вот это еще где вот здесь мне понравилось что можно вышивать как бы только эту часть оформить можно этого подушку хотя жалко было бы наверное вот это на свечку можно вряд ли я такое сделаю но все равно классно классно когда-то стоил 550 сейчас он не стоит 550 не знаю почему да сэнди гортон вот не ошиблась видите design by sandy water for cooler design studio я не знаю это продается на кулер дизайн studio в их официальном магазине где можно купить схема в пдф я так показываю вам схему ну тем не менее так что ждем отшива следующий следующие покупки это будет из разряда вшивальной литературы собралось у меня кое-что это буклет от стони крик этого буклета я купила на местного ибе как обычно я говорю это у меня реально случается выскочил я просто смотрю я довольно многое многое покупаю на ибе вообще давайте скажу так я больше дружу с ибеем чем с амазон я не знаю почему я не знаю с чем это связано но так так получилось и часто делаю покупки как бы не только рукодельные я делаю покупки для дома и мужу когда нужно что-то тоже делаю покупки как покупаю многое чего и для ребенка если нужно какие-то вещи покупают то есть я многое чего покупаю на ибе и довольно часто там торчу то есть не только из-за рукоделия торчу вообще что ищу какие-то вещи вот и как как обычно я смотрела то что мне нужно было и внизу выскочил этот буклет но это потому что я смотрю выше в поэтому и выскочил я посмотрела мне было интересно я посмотрела что-то такое это буклет с бантами дизайны бантас бантов или как это будет у меня есть куплены два набора от диме шанс как бы дизайна дебе мам с бантами я ни одного не вышла но почему-то думаю что они будут выглядеть крак классно идея понравилась он не стоил дорого я решила купить что здесь есть здесь есть дизайна и не помню сколько бантов много есть вот такой рождественский вот он с мэри крисмас и мистер крисмас есть вот такой весенний с химин борт зонтами и этими забываю химин борт как как это будет есть хэппи барды типа но тут такой более или менее и покажу вам цветные варианты потом потом мне понравился вот этот хэллоуинский классный еще нужно думать откуда купить и вот такой такой это бэнд то есть хотя мне кажется что можно взять и обычный этот лен и обрабатывать концы и вперед то есть в худшем случае если не найдется такая лента можно свободно можно свободно такую ленту я вообще-то увидела смысле я не знаю насколько какая ширина нужна я видела у этих когда была на шоу нитинг и стичинг шоу гильды вышивальщиц там где они были они продавали вот этот я смотрела потом на у них на сайте они продают но мне показалось дороговато у них метр но посмотрим то есть вот такой осенний урок изобилия тоже классный saint петрик я не праздную то есть это для тех кто празднует ирландцы или как потом здесь его не видно но это пасхальный довольно классный вот этот мне тоже понравился здесь кстати забыла сказать здесь бэк квадратичен но здесь все так это винтажный дизайн те которые не любят и к такой тип дизайна в наверное не не будут в восторге еще вот здесь есть видно и их не знаю если видно это вот день рождественский который нравится нравится но я не вижу смысла как бы вышивать день рождения то день день он быстро походите зачем выживать бант это американский патриотически опять мне не нужен а вот есть и на святой валентин вот такой сердечками тоже показался интересным вот здесь и подушка для колец можно вышивать этот пасхальный которого сказала уже хэллоуинский который с колибри и вот рождественский есть еще такой вид с колокольчиками вот этот мне больше нравится кстати чем вот этот который с санта и миссис клаус вот вот это мне больше это более такой классический что ли и опять этот как его сент-патрик и все ну да вроде все получается из тех которые мне нравится реально реально нравится я бы вышла хоть сейчас это раз два три 4 5 5 и вот это тоже это будет 6 6 дизайнов то есть неплохо неплохо получается на годы и годы вперед так что это означает что я буду заниматься бантами как-то если нужно смотреть по ленте этой что что можно купить и можно конечно вышивать оформлять и да заметьте что здесь вот видите здесь нету ничего я не вот так мне не нравится как они это 10 сделали нужно было красивее здесь вот можно поаккуратнее а здесь вышивки нету видите нет хотя можно брать элементик ведь вот здесь например можно брать лист можно брать листья и бирж только здесь можно брать какую-то кукурузу здесь вышивать лобо время а то идеи на идеи нойдутся есть еще меня две это кросс-стичен года варка к так кросс-стиченко антр-крафт купил я этих двух каждый для одного дизайна если вы помните я недавно показала дизайн от буцилла этот рождественский домик который вышивается с хардангерами который вышивается в двух этих рядах кстати смотрите вот этот мелхилл наверное тогда вышел ведь весь этот винтажный мелхилл вот это перевыпуск есть вот это тоже продается значит это перевыпуски этот не знаю если продается свободно вот а это тоже продается свободно а тогда они только вышли интересно этот домик который вышивается с хардангером там как бы есть елочка вышита на одном ты на одной ткани а потом другой на другой ткани есть это домик уже вот есть что-то кстати дизайнер этих фигнюшек это одна и та же патрисия андерлей вроде бы называя ее зовут и вот из-за этого victorian house викторианский домик я купила этот этот дизайн схема и все и все ну как обычно выдавать журналах они так показывают знаете с все понятно все одно да не так показывает это вот подушка классная даже не заметила тоже с хардангером получается такой самплер о чем здесь есть показывая что еще есть может кому-то будет интересно вот такой дизайн вот это не оформили так такой дизайн в чем фишка вот этого этого журнала это cross-stitch needlework это не только крестик видеть это типа разные техники здесь есть шовчики вот смотрите какой классный прямо классный сделал вот такой дизайн куклы типа самим делать как хорошо что сейчас продаются эти каких фарфоровые не неплохо неплохо не делали лицо но все равно нужно постараться знаете так что такой дизайн и кажется все да и в тот который на вот здесь здесь если честно и дизайн мне не очень нравится и вот как они оформили здесь вообще и все то есть да вот этого журнала я купила и золотого дизайна victorian house интересно будет когда-то вышивать и нашла еще один просто знаете когда я увидела этот бутыловский домик мне было интересно что еще есть из этого разряда знаете из этих домиков как бы это единственный дизайн такой или есть еще есть еще и вот то что у меня есть это еще не придел мне кажется есть еще один или два этих дизайна так что это не придел как говорится вот такой flower shop цветочный магазин такой тоже просто эти журналы я купила в сша и по ней если я не знаю как бы на обычная основе но если их искать так хорошенько и смотреть как бы перелистать ебей можно найти за копейки если честно и когда нашла было интересно найти какой-то другой дизайн увидела что они типа есть и они есть в этих журналах журналы стоили копейки я подумала почему бы и нет то есть кушать не просит до патрисия андерле вот то есть андерле дизайн так что у меня есть вот этих дизайна вышивать здесь такой такой дизайн этот кстати интересный дизайн такой необычный я бы сказала я не делала сделали видите такие мосты которые тогда дизайн классный маленький но классный прикольно что не если честно вот такие журналу нравится только из-за того чтобы прямо вышивать вышивать из них что-то бывают времена когда не хочется знаете вышивать не хочется смотреть ничего вышивального и не вышивального вот если есть там где-то 10-20 минут выпить кофе и листать вот листать не вот такие старенькие желтые знаете эти листы и просто смотреть и стать и смотреть мне это тоже доставляет удовольствие то есть не прямо все вышивать и вышивать можно и смотреть и любоваться красотой потому что вот у этих старых журналов все равно есть есть шарм вот видите аля тумбочка dmc но она не dmc это черри флос бокс вот и кстати вот эти фигнюшки мне тоже нравится смотреть мне интересно что было тогда какие они использовали вот эти станьки какие боксы вот этим ведь боксы для неточек dmc не тогда были не просто интересно что еще с тех времен есть и чего уже нету интересно вот так что вот таких двух журнальчиков я приобрела и вот такую книгу это кулер дизайн студио думала я купить не купить эту книгу но здесь я скажу честно что здесь есть один дизайн который мне очень очень нравится и которого я готова вышивать хоть завтра было бы время но кроме этого дизайна здесь есть многого чего интересного если вы не видели еще эту книгу я советую смотреть и думать если вам нужно или не нужно дело в том что здесь есть очень много дизайнов которые сейчас в как бы который сейчас уже не выпускаются но которых можно купить в наборах буцила и жанлин и который сейчас раритетные так что можно купить книгу и свободно вышивать все это как бы не как dmc по этой книге здесь есть четыре дизайнера то есть работа 4 4 дизайнеров это линда гиллум это барбара баттс хиллман это сэнди уортон и это нэнси росси про сэнди уортон и нэнси росси вы наверное слышали чаще всего но когда увидите дизайна линды гиллум и барбара баттс вы уже как бы вы увидите что их дизайны вы тоже знаете как бы но здесь как вышивать разные при разные стежки кстати эти книги от кулер дизайн студию они очень хорошего качества это у меня вот видите книга не новая кстати и не могла найти ее местном и бей амазоне не знаю почему купила в сша поэтому она немножко потому что это не новая книга у меня не знаю если они делают новые не смотрела на кулер дизайн студию но мне кажется продаются и новые не знаю точно смотреть если вам нужно смотреть а то я сейчас буду говорить как итак первое это будет линда гиллум вот такой для рыбаков любителей порбачить я навряд ли когда-то что-то такое вышли ну потому что только-либо в подарок кому-то а так для себя нет такие совы сам поцелуй солнца вот такой дизайн есть давайте попробуй так потом есть вот такой дизайн вот такой дизайн с кошечками там где есть дизайн которого я бы вышла я вам скажу вот такой такая патриотическая лошадка тоже американская потом вот такой дизайн это религиозный более то но и не вот такой дизайн и этот дизайн выпускается кстати компанией жан-лин если я не ошибаюсь и компании буцила обе выпускают я как-то хотела купить но у меня есть ваза тоже такая гжель с желтыми цветами то дизайн мне понравился больше от бутыл я купила тот как набор а этот все таки чтобы не пожалеть что не купила он был в этой книге я сказал ну все если я захочу все-таки вышивать этот дизайн я вышью из этой книги если нет нет то есть не буду купить и этот набор вот такой сэмплер летний это тоже линда геллум кстати мы не ушли еще из раздела линда геллум интересный но ну не знаю не мой стиль такие у сэнди уартона не поинтереснее те дизайна и все закончилась линда геллум и у нас будет барбара баттс хиллман вы можете видеть что у нее будет есть маленькие такие вот этот это пивон этого получается на это от барбара баттс если вам нравится такой стиль потом вот такой шляпный сэмплер если я не ошибаюсь жан лин продаю такие дизайны я увидела такой такой набор вот такой сэмплер spring fever может быть он не выглядит красиво но его вышла олеся резенко он очень красивый кстати если вы будете смотреть на ее страницу вы видите вот отшивок этого сэмплера красивый такой кельтский ангел да кстати сказал чтобы я вышивала вот нет не шляп вот этого дизайна я бы вышла ангела кельтского нет так он вот тоже очень нравится дизайн потом есть лимонс тоже очень нравится если не ошибаюсь у барбара баттс есть вот есть томаты и есть еще оранжи апельсина если я не ошибаюсь вот если придумать как оформить вот этих дизайнов так круто они очень красиво посмотрелись мне кажется я кстати давно на них смотрю вот такой кимоно он есть как набор мне кажется он есть как набор никто не знаю кто выпустил но он есть я просто восточной тематикой вышивки не интересуюсь вот такой это настуре у нас как будет на русском но красиво смотреть нет только еще заметила что красивый но я с цветами не очень так дружу всеми знакомые любимые сэнди уортон давайте посмотрим что от нее у нас есть вот такой сэмплер семейный сэмплер мне кажется я видел отшивы не такой популярный но здесь нужно как бы писать ваши вот все данные будет ваши личные вот такой он выпускается не знаю шанлин видела я отшивы кстати я никогда не рассматривала вот отшивы такого дизайна знаете и когда в инстаграме видела частичку этого дизайна отшитого он очень даже классный в отшиве очень даже классный если была девочка может быть даже вышла вот такой цветочный дизайн если вам нравится вот этот сэмплер очень нравится увидела отшивы кстати тоже от санди уортон тоже осенне это ее стиль смотрите здесь есть и даже сценка прям ее стиль вот этого я повышала классный 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 что еще есть вот такой религиозный есть тоже выпускается набор не помню кого но набор есть вот такие это называется для книг закладки на закладке вот есть такая с калибри и такая вот дамочкой просто прикрываю схемы потому что я думаю что они продаются у этот куля дизайн-студию не хочу проблем еще есть вот для мальчиков получается робот такой и рыбки слушайте классные работа здесь тоже много вот такой мальчик и маленький ду и вот такой этот классный кстати тоже кстати классный вот смотрите я на этого обратила внимание на этого сэмплера он мне показался очень такой классный но здесь как бы религиозный этот месседж где вас лорда бита сана бита форка бита фанги возле строколан сплата ауде из британда бита бита бота неплохие слова но я не знаю просто это тоже сам simple blessing кстати я не видел отшиваю вот такого сэмплера с авертом вы видели монохром то есть можно взять один цвет который вам нравится и вышивать вышивать нансироси тоже знаете нансироси наверное вот такой дизайн он есть у будет силы мне кажется продается это дизайн нравится кстати может быть когда-то выше может быть не уверена вот этот дизайн кстати я этого набора хотела купить уже мне кажется он продается но когда видела что он есть здесь я остановилась сказала что если захочу вышивать вышлю как-то отсюда и все вот такой дизайн тоже красивый но опять как бы религиозный месседж кому нравятся такие дизайны вот такой брандхаус и то есть набор точно есть набор то есть почти все 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 это продается от набора и вот дизайн из-за которого я купила эту книгу да наконец-то будет сбегай на house это набор который выпускался же анлин вышел из производства и я даже за большие деньги в последнее время я его я его этого дизайна не видела то есть если бы видел уже не купила за эти деньги поэтому я знала что как бы это нансироси он продается на cooler design studio на сайте ну так как я могла купить эту книгу и в книге есть столько схем то есть цена этой книги оккупирует мне кажется только вот это если бы эту схему купила на cooler design studio то есть остальные схема получается что бесплатно поэтому вот из этой схемы я купила эту книгу вышивали не так популярно но не знаю почему но мне очень очень нравится эта схема это этот дизайн то есть этот дизайн нравится так что вот из-за этой этого дизайна кроме этого есть вот такой еще тоже есть набор есть еще все а вот этот помню что тоже хотела купить кстати набор но потом когда увидела что здесь есть схема решила что нет не купил набор если захочу вышивать когда-то захочу все-таки вышивать вышивать отсюда вот этот уже не удается мне кажется тоже хотела купить набор потом кто видела что здесь есть не купила и все сейчас все вот так что я считаю что это очень хорошая книга с очень много дизайнов хороших стоящих дизайнов так что берите на свое усмотрение если когда-либо захотите что-то вышивать как бы как минимум один дизайн и вам нравится еще пять из этой книги то есть уже стоит купить книгу а не покупать схемы в pdf на кулер дизайн студию можно купить и наборы как бы этих же леновских но я то есть те наборы которые те дизайны которые здесь есть и продавались наборами я не была 100 процентов уверена что в свою жизнь дойдет время до них я точно буду их вышивать а так есть схема если наборов и не будет хочу ваш захочу вышивать открою эту книгу и сделаю себе копию и тошью если прям нужно будет кровь с носу как говорится вот так что я думаю что это было интересно для вас обзор этой книги и последнее что я хочу вам показать это не вышивальная но это купила из-за вышивки если вы помните я показала относительно недавно что я купила один из наборов мечты это сладкий нектар от dimensions это вот такая вышитая тарелка по дизайнам от лены лью так вот я сказала что я купила этот дизайн но я никогда мне кажется в ни в одном в своем видео не говорила что моя мечта полная мечта это было купить ей тарелки от лены лью вот эти тарелки с калибри но я решила для себя что я куплю тарелки постараюсь попробовать купить эти тарелки только после того как только после того как у меня получится купить набор набора я показала купила хвасталась хочу вышивать тоже повторюсь что хочу вышивать но мне все-таки удалось купить и эти тарелки не знаю почему они мне очень очень нравится это была одна моя такая не вышивально не вышивальная мечта связанная с вышивкой искала я их не могу сказать что долго но все равно несколько месяцев я смотрела я искала смысле что я хотела купить их на местном ebay им то есть не из-за не из сша чтобы они не платить за перевозку но этих тарелок можно встретить чаще всего и получше цене ценах получше все таки на американском ebay не здесь но после того как два раза я пропустила на аукцион когда продавцы продавали целый лот их 8 кстати да целый вот это 8 их продавали целый лот так получилось что одна женщина она продавала всех но она продавала по одной то есть не все лотом я почему-то бегала за лотами знаете и у нее была еще опция make an offer сделать предложение я сделала предложение по каждой тарелке то есть чтобы человек понял что я хочу купить всех и я уже знала что она конечно если как бы согласиться на отправить же всех и если отправить всех и цена отправки будет намного дешевле будет как за не как за одну но будет дешевле она согласилась и о чудо получилось что я купила даже дешевле чем вот тот лот те лоты которых я их пропустила по не пришли и их правил и проверила все окей полюбовалась эти тарелки кстати я не сказала они не для того чтобы из них кушать не для шоколада не для торта не для ничего это тарелки для красоты я не знаю как дальше с ними будет как я их буду дисплей как говорят английском не решила еще потому что мне нужно если их оставить на этот на стене есть рамка специальная рамка для для этих для таких тарелок и их можно конечно вот у них есть видите чтобы их вот но все равно как бы с этими рамами намного лучше по ней уже сказала хорошего качества и они все пришли с сертификата фаутин си сити то есть как будет все слова улетелись так что я хочу вам показать каждую из них чтобы тоже полюбовались и увидели сколько здесь этих калибр есть вот такой дизайн то есть вот это у них одинаковые у всех то есть это не разные только то что есть внутри это уже раз как это называется я вам скажу это руфус химин борт калибри по имени руфус и так ее зовут он так называют вид этого калибре получается эти она не очень глянцевая что было можно было хорошо разглядеть и везде есть этот лена лью кто она автор получается это лена лью давайте так это следующее некоторые из них очень не как это будет знаменитых часто продают вот и его длиной чечки а есть тарелки которые не так часто продают адрес химин борт называется вот этот вид такой я потихоньку буду потом вот этот этот называется броут билл химин параде не буду переводить и не знаю как это будет в переводе не кажется знакомым этот отлично мне кажется передали вот следующий будет так нужно смотри как написано лена лью и тогда уже знаешь это тоже есть у меня сейчас кстати тоже есть набор он есть и в несчетной техники мне кажется и в счет на ее увидела его она схеме борт калибри калибри она я думаю что это так называется вид этого калибри я не знаю точно если я не права пишите что мне опозорилась потом это у нас валют каунт химит химин борт нет я думаю так называется не вид калибри так называется это то что здесь изображено это тоже очень красивый потом есть этот тоже довольно популярный часто встречается в продаже руби фроутит химин борт такой там есть вот этот очень нежно это у нас калибри химин борт очень-очень-очень нежный и последний это кто у нас white-eared химин борт красивый очень кроме вот это этих бумажек конечно на каждое это и тарелки написано все это написано каждой тарелке вот 20 лет 20 и 30 лет сколько скоро будет круто круто красиво очень рада что получилось мне купить этих тарелок следующий шаг кстати для меня это будет отшивы набора от от то есть хочу вышивать этот набор потом посмотрим который какой шаг будет следующий и вот что я хотела показать вам сегодняшнем видео надеюсь вам было интересно надеюсь вам понравилось и увидимся с моих следующих видео до тех пор пока пока пока